Привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему я Алексей, я продолжаю проходить игру Турист Бас Симулятор. В прошлой серии мы с вами ознакомились с городком под названием Эль Маторал, надеюсь правильно прочитал. В общем, ребята, прошлая серия была у нас такая вот прям вся ознакомительная, катались по городу и так далее. Честно, честно, я не знаю, что вы там пока написали в комментариях, потому что эту серию я записываю сразу же после того, как записал первую. Ну, чтобы просто сэкономить время. В общем-то, да, ребятки, что мы сегодня с вами будем делать? Мы поедем по маршруту, маршрут номер 101, давайте его примем. Награда у нас будет целых 500 евро. Что нам нужно сделать дальше? Нам нужно подойти к календарю и нам нужно скипнуть время до 5-го числа. Окей, босс, я вас понял. Борт Юбас, поднимитесь на ваш автобус. Ох, да, кстати, так это посветлее прям стало. Смотрите, прям, 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 вот красивее все стало. Автобус. Отлично. Мы, напомню, в прошлой серии загнали сюда в гараж. Я думал, здесь можно будет сделать ему техническое обслуживание, но, к сожалению, нет. Увы, ях. Этой возможности тут у нас не предоставляется. Так, ну шо, заводимся. Перейдите на нейтральную передачу. Руль загремел. Все нормально. Так. Супер. Включаем заднюю. Ручничок убираем. Включаем габаритики и поехали. Ждем, пока у нас ворота подымутся. Отлично. Не, ну прям здорово. То есть, вот эта вся навигация, камеры, вот это все, конечно, очень круто. Очень современно, на самом деле. Так, мы можем, в принципе, здесь уже заносить жопу в ту сторону. Камера на автобусе прям реально вещь клевая. Вообще, прям, просто обалдеть. Так, вот так вот мы с вами достаточно близко остановились. Отлично. Так, ну и, в принципе, все. Мы выезжаем, что ли? Уже сразу прям так что-то реально. Сразу раз и все. А маршрут уже выставлен, как я понимаю, или нет? Да, маршрут уже автоматически выставляется. То есть, прям здесь конкретная автоматика идет. То есть, нам даже здесь ничего делать и не надо. Окей, я вас понял. То есть, в принципе, система тут абсолютно такая же, к примеру, да, как и в фернбасе. Но в фернбасе мы в игре выставляем. Там можем хоть матерные слова всяческие написать. Нам, как бы, за это ничего не будет. Так. Тут мы уходим направо и налево. Что-то я право-слево начал путать. Так, и нам на вот эту остановку. Люди, кстати, здесь уже стоят, находятся. Ферр-стрит. Передождитесь, пока пассажиры сядут в автобус и отправляйтесь по маршруту. Нужно активировать табличку маршрута. Окей. Так, ну я пока буду заниматься тут своими делами. Поставлю 22 градуса. Монитор в салоне включим на всякий случай. Пусть он работает. Так, здесь мы ничего не трогаем. Маршрута-указатель включаем. Блин, где-то еще клавиша была. Я не помню ее название. Лампы для чтения. Но я думаю, нам они особо не пригодятся. Фолловер. Так, ну в принципе-то все. В принципе-то все. Я так смотрю. Вроде бы у нас все включено. Все работает. Все нормально. Солярки у нас полбака. То есть как бы прям... Все четко. В принципе. И здесь все работает. В общем-то да, ребят. Закрываем дверь. Так, ну все тогда. Поехали. Первый наш рейс, ребятки. Поехали. Здесь пассажиры всем останутся довольны. Постараемся аккуратненько. Это все-таки не Омси. Здесь ногой не порулишь. Тут не такое свободное управление. Тут прям вот реально с форс-фидбэком все идет. Ну... Так, тут налево. По-моему, в Росарио как раз таки идем. Ой-ой-ой-ой. Такое ощущение, будто не впишешься. Но в то же время как бы автобус туда поворачивает. Очень странное ощущение. Очень странное ощущение. Так, тут мы сходим. Окей. Неплохо. Вот туда бы свалиться. Никаких ограждений, ничего нету. Конечно, странновато все это выглядит. Еще, как я заметил, мы не можем, по-моему, выбрать город, где мы с вами начинаем. То есть, опять же, в отличие от того же фирмбаса, да? Так, и шо? Я не туда, что ли, поехал? Хм. Ну, судя по навигации, да. Я вроде бы, кстати, не туда поехал. Не в ту дырку. Нам бы... Ну, а там у меня автобус просто по высоте не пролезет. Значит, все правильно. Че? Едем здесь. Он просто реально через вот эти ворота, он у меня не пролезет. Да мне, в принципе, туда и не надо, наверное. Так, тут аккуратно. Аккуратно. Аккуратно цепляем бортеры. Так. Едем. Ну, тут у нас остановок-то даже нет. То есть, как бы, я и не понимаю, зачем нас туда-сюда было отправлять. Блин, что-то сбил. Извиняюсь. Но автобус у нас, как бы, и так уже вшатанное, поэтому, ладно, ничего страшного. Так. Шлагбаум впереди. Вообще хорошо. Вот просто гениально. И как мне через него... Ох, да ладно. Он поднимается? Ничего себе. Ой, сука. Как же плохо. У меня так... У меня сейчас создается четкое ощущение того, что я не туда заехал. Я не знаю. Реально. Вот как будто я не туда, потому что очень узко все. И вот прям очень плохо. Зачем вообще сюда было заезжать? Я понятия не имею. Для чего? Что это дает? Здесь ни остановки. Ничего нету. С какой целью мы сюда заезжали? Я понять не могу. Остановка у нас там. А, это типа мы должны проехать через весь вот этот вот лабиринт, для того, чтобы попасть на автобусную остановку, которая расположена в аэропорту. Окей. Так можно было просто здесь по кольцу проехать и все. Хотя нет, это другое кольцо. В общем, что-то как-то странно все, парни. Очень странно. Я не понимаю вот это, испанских вот этих всех мотивов дорожных. Для меня, как для русского человека, это все очень сложно. У нас как бы если аэропорт, то ты заехал, там как бы у тебя все нормально, все хорошо. Прям какие-то долбанные лабиринты. Так, тут у нас заправка, автомойка. Я думаю, в принципе, это нам не надо. У нас солярки полбака, поэтому как бы ладно. С этим вопросом мы разберемся, если что, по мере поступления. Такс, ну теперь вроде где-то здесь у нас должна быть остановка. Где-то здесь я ее видел, вон она. Ну и по навигации, в принципе, нам сюда же. Так. Так. Как на автовокзалах прям. Заезды такие. На ручничок F9. Отлично. То есть тут, кстати, смотрите, видно, что пассажиры заходят, то есть и садятся в фернбассе. Если я не ошибаюсь, такого не было. То есть там вот реально они все просто, по-моему, телепортировались в автобус. И как бы все на этом. Так. Ну а мы тем временем отъезжаем. С автовокзаловской остановки. Так. Отлично. И отправляемся в путь. Жалко, не пишет на навигации, сколько нам осталось до следующей остановки в километрах, чтобы ну хоть как-то понимать. Поэтому едем как бы, ну, можно сказать, вслепую. Так. Разворотик берем. Ой-ой-ой. Тут узко что-то прям. Офигеть. Ну реально, такое ощущение складывается, будто ты сейчас уже не впишешься вообще, ну никак, просто. И он заворачивает туда. Не, ну это, конечно, очень все. Очень, очень тяжело. Ой, чуть не завалился, как будто бы. Но пассажиры молчат. Значит, все классно. Так. Давай, дружище. Фух. Что-то я прям волнуюсь, ребят. Я не знаю почему, но я очень сильно волнуюсь. Вроде бы ничего такого, как бы, но... Что-то какое-то вот у меня чуйка какая-то есть, что что-то здесь не так. Так, ну, 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 ну. Фух. Как-то он остановился, блин, на кольце. Хотя он вроде бы на главный был. Так. Мы сейчас опять едем через аэропорт. Но здесь мы уже выезжаем окольными путями. То есть мы не попадаем на вот эти все шлагбаумы, как я понимаю, и прочее. Здесь мы уже просто, да, выходим на кольцо. И как бы, в принципе, на этом все. Город под названием аэропорт. Мы сейчас будем с вами покидать. Так, отлично. Едем дальше. Выходим уже на трассу. Тут, я думаю, скоростной режим у нас уже будет побольше, чем 30-50 км в час. Наваливаем, ребятки, прямо газюку в пол. И по правой полосе вот так вот мы с вами аккуратненько поедем. Вообще, кстати, да, что касаемо выбора местности, для меня странновато. Это почему именно Испания, как бы, да, вот это все. Очень странно. Прям очень странно. Либо они действительно не хотели быть похожими на фернбас и не делать это все в Германии. Ну, наверное, да, это была бы действительно заведомо провальная идея. Просто взять то же самое и выпустить в Германии. Ну, это, представляете, что бы было вообще. Эту бы игру просто никто не покупал. А так хоть, ну, какие-то продажи есть у нее. Ну, действительно, она как бы поинтереснее фернбаса. То есть я вот основываюсь, опять же, на первой серии, да. В плане, конечно, поездок и прочего. Ну, абсолютно то же самое. От остановки до остановки. То есть, в принципе, здесь нового чего-то придумать невозможно. Может быть, было бы гораздо интереснее, если бы здесь были какие-то, ну, не знаю, случайные поломки. Либо что-то в этом роде. Какие-то случайные события. Хотя они здесь есть. То есть они у меня выставлены в меню на 100%. Случайные события. То есть где-то перекрытие дороги и так далее. Но, как бы, ничего это нигде не засвечено. F9 и F10. Открываем две двери. Ну, тут у нас прям тишина вообще. Нет, кто туда вышел? Смотрите, выходит, выходит, выходит. Все-таки выходит. Посмотрите, даже кондеры работают. Обалдеть. А что они все выходят-то, я понять не могу. А в чем прикол? Я не могу понять. Почему они вышли все? Мне вот это интересно. Либо им реально надо было всем сюда. Либо это какой-то косяк. Я вот понять этого не могу. То есть они реально просто все взяли и вышли из автобуса. Ну ладно, что. Мне как бы даже лучше. Я могу просто тогда сейчас навалить. Так, вот тут я ни хрена не понял. Нам здесь развернуться надо. То есть мы сейчас едем прямо, получается. Разворачиваемся и едем обратно. Так что ли? Замудренная, конечно, вот эта схема. Движение в одну сторону. Да, вот ресторанчики и все такое прочее. Мы здесь еще по пути открываем. То есть вот это прям все реально. Здесь очень здорово. Интересное кино. Так, отель. Вот, кстати, отель мы открыли. Здесь налево уходим. Трафика на дорогах вообще нет. Хотя вот вроде бы все выставлено. Все хорошо, все прекрасно, все отлично. То есть как бы в настройках все здорово. Но трафика я вообще здесь не вижу. Возьмем пошире. Хотя здесь можно и не париться. Ух ты. А вы что? С той стороны на эту сторону, что ли, перешли? И решили давай в автобусе по второму кругу прокатиться? Эх, засранцы. Эх, засранцы какие, а? Ты посмотри на них. А что она? А нет, она не одна. Там еще люди идут. Ну хорошо. То есть, видимо, они с одного города доезжают до другого. Мы делаем разворот. Берем, в общем-то, опять пассажиров на борт. И везем их, наверное, обратно, как я понимаю. То есть, видимо, видимо, мы сейчас опять отправляемся в аэропорт. И как бы, да, на этом, наверное, наши рейсы закончатся. Ну, поехали, что ли. Ну, мало платят, блин, 500 евро. Это вообще никуда не годится, серьезно. То есть, там либо билеты очень дешевые. Прям реально очень дешевые. Увы. Что-то я как-то разогнался. Давай, 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 в горку. Ха-ха, красава. Ну, трафика реально нет. Смотрите, просто как вымерший какой-то город. Машины стоят. Пешеходов у нас, конечно, и подавно тут не было никогда. Но все равно. Где трафик-то? Хотя, вроде, все выставлено в настройках на максимальное. Очень странно. Руль гремит. Да, нам опять туда же. То есть, мы как-то курсируем. Получается, между этим аэропортом и тем городом. Сейчас у нас опять будут поездки через тоннели. Вот эти все шлагбаумные. Где нам будет крышу бить и колотить. Но мне кажется, я просто не туда куда-то поехал. Ладно, сейчас попробуем повнимательнее просто посмотреть. Потому что мне реально кажется, что я не в те ворота просто заехал. Потому что там, ну, реально узко писец вообще. И явно эти шлагбаумы, они не для того, чтобы там автобус проезжал. Потому что они на полную не открываются. Если они не вертикально вверх встают. Сейчас посмотрим. Но опять же, если смотреть другие въезды, да, где вот эти были своеобразные навесы. Я бы туда просто по высоте не пролез. Автобус-то здоровый. Там прям очевидно, что это для легковушек. Сейчас попробуем, ребят. Сейчас попробуем. Тут что-то прям, ну, реально, как будто не то. Еще меня стремает, что у нас пробег автобуса не отображается. То есть у нас там... Сейчас остановимся, я вам покажу сколько. Вот опять, 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 опять. Куда ехать? Так, вот тут знак висит, да, что автобусам, грузовикам нельзя. А вот тут у нас уже, получается, движение другим запрещено. Но кроме автобусов. То есть мы здесь на автобусе, по идее, можем проехать. По идее. Какой-то конкретной привязки у нас нет. Меня просто с толку сбила, на самом деле, навигация. Вот реально. Потому что она показывала туда. Но в то же время, раз, она уже и перестроилась. То есть, как бы, ну, хрен знает. Ну, тут да. Тут мы уже как бы едем посвободнее, в принципе. Здесь уже места нам хватает. Тут мы уже можем выехать. Но вот опять же, здесь узко. А тут бы я, конечно, сейчас лоханусь. Очень жестко. Все, я застрял. Гениально! Просто гениально вообще. Ну и чего мне делать? Просто вот эта система, конечно же, конечно же, это мясо. Весь автобус побитый. Конечно, как вариант, можно выехать с той стороны. Через кусты все вот эти. Сейчас мы тогда с вами подрюкаемся здесь немного, чтобы машину выровнять и туда ее направить. Так, ну давай, пошел. Выравниваемся, выравниваемся. Ну, здесь на такой большой машине я реально не проеду. То есть, вот насколько вроде бы я в ЕТС уже играю долго, да? Я бы здесь даже на фуре, наверное, не проехал. Так. Ну, здесь мы проскочим просто тогда сейчас. Аккуратненько. Здесь же типа автобусное все. У меня просто реально с толку навигация сбивает. Вот серьезно. Просто для себя тогда, для себя тогда, я уже буду знать, что мне лучше сюда, к примеру, не заезжать. И выезжать уже на... Прямо сюда. Бас-стейшн у нас вот эта вся здесь идет. Поэтому, как бы, наверное, лучше, да, все-таки... Здесь у нас вот дорога на остановку идет. Да, и так реально просто будет проще. И юзать второй, тот самый дальний поворот. То есть, чтобы мы прям близко-близко-близко к аэропорту проезжали. И все. И, в принципе, мы сюда же и выходим, ребят. То есть, реально, да, вот это все надо, конечно, будет мне поизучать. Ну, просто первый раз я сюда приехал, как бы. Если бы я там поехал, опять бы он был здесь у нас, конечно, такой жесткий маршрут. Но все равно доехали бы по-любому. Так. Ну, и конечко у нас уже где-то здесь. Тут находятся пассажиры у нас, кстати. Отлично. В 9 и в 10. Ну, валите. Валите отсюда. Так, ну, эти заходят. В общем-то, да, ребят, скорее-скорее всего, мы с вами реально на протяжении часа должны несколько ходок сделать. То есть, из этого аэропорта мы с вами должны вот отправляться вот в этот город. То есть, ну да, сейчас у нас как бы по идее уже все. То есть, Пуэрто Дель Росарио мы с вами не поедем. Так. Ну-ка. Пэдж даун. О, отлично. Тогда сейчас мы с вами сдаем назад. И, в принципе-то все. В принципе-то все. Мы сейчас с вами едем обратно. То есть, получается, мы... Маршрут у нас вообще крайне каши простой. То есть, в принципе, мы едем... Забираем людей в городе. Для начала в нашем стартовом. Везем их в аэропорт. Здесь они, как правило, выходят. Потом мы из аэропорта забираем людей. Увозим их в Пуэрто. Чуть-чуть выше у нас вот этот город портовый, который возвращает... Там грузимся, опять же, да, людьми. Везем их в аэропорт. Они выходят. Новые досаживаются, которые, получается, прилетели. И мы их везем домой. Ну, в принципе, неплохо. Почему они написали, что эта миссия у нас займет час сорок, я понятия не имею. Вот правда. Почему именно так? Вообще не знаю. Тут далеко не час сорок. Мы, наверное, минут, может, двадцать с вами ездим сейчас от силы. Так. Аккуратно. Все. Вот это так вот по-нахальному проезжаем. Трафика что-то все равно нет. Что на дорогах, что в аэропорту. Как бы тут такое. Так. Отлично. Направо. Стой налево. И тут уже направо. Такое чувство, будто вот-вот завалится. Но он стоит ровно на колесах. Весь парадокс именно в этом. Так. Уходим направо. В наш городок. Отлично. Эль-Моторал. Давай, давай, манишка дорогой. И, конечно, бы отремонтировал его, ребят. Но, как вы помните, недоступна эта пока что функция. Пока недоступна. Так. Так. Мы приехали на конечку. Так. Высадите пассажиров. Ну, мы ждем. Все остановки были достигнуты. На остановке нет пассажиров. Вернуться в компанию. В общем-то, нам ачивочку даже дали. Мой первый маршрут. Либо что-то типа мое первое путешествие и так далее. Так. Ну, поехали в гараж. Тогда ладно. Отправляемся. На разворотик. Здесь уходим. Блин, как же руль гудит. Жесть просто. Все такие повороты узкие. Я не знаю вообще, почему именно я этот автобус взял. Надо, наверное, было взять каратыш. Видимо, видимо, скорее всего, там вот эта вся дорога, она под каратыша заточена. Да и маршруты короткие, поэтому как бы нам этот автобус тут нахрен такой здоровый не нужен. Так. Паркуемся на нашем ярде. Глушим машину, в принципе. И все, друзья. First employer. Так, ну давайте зайдем. Это может быть какое-то первое улучшение, либо что-то в этом роде. Так. Сотрудники. А, то есть мы здесь еще можем плюс ко всему нанимать людей. Драйверов, механиков, джоб-маркет. Ага. То есть вот здесь у нас прям реально расположены люди, которые готовы ездить. Но у них пока что, смотрите, драйвер, 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 драйвер. То есть там механиков, учителей вот этих, да. У нас пока что никого нет. Нет, ну давайте смотреть самого дешевого. Вот есть за 900 евро. В принципе ему 22 года, пацан, да. У него опыта вообще нет. Одна звезда из 100 у него. То есть получается. В общем, ребят, давайте, наверное, пока что с этим мы разбираться не будем. Это мы отложим уже на следующую, конечно же, серию. В общем, ребят, спасибо огромное за то, что вы сегодня эту серию посмотрели. Я надеюсь, посмотрели до конца. Остался у нас довольно-таки интересный задел уже на будущей серии. То есть мы будем нанимать с вами, как я понимаю, работников. Ну и скорее всего, именно для этих работников мы с вами и будем снимать и покупать вот эти вот самые дома, квартиры, апартаменты и так далее. В общем, посмотрим. Следующая серия реально будет интересной, я так думаю. В общем, ребята, не забывайте подписываться на канал, дабы ее не пропустить. Нажимайте на колокольчик, опять же, чтобы другие новые видео не пропускать. Не забывайте ставить лайки. Ну а с вами был Алексей. Желаю вам всем хорошего настроения. Всем огромной удачи и пока. Увидимся.